Звучит музыка Один из самых больших храмов Самарской митрополии находится в селе Красносамарское Кенельского района. Здание этой церкви в честь Казанской иконы Божьей Матери рассчитано на 2500 человек. Как известно, наш храм был построен в 1854 году. Этот каменный храм уже был вторым. По преданию, но не сохранившимся нигде архивом, храм был вроде бы как построен по высочайшему повелению Николая II. По нынешнему времени хочется сказать, не место этому храму в этой деревеньке. Но ведь до революции, Господи, какое это было огромное село. Ведь здесь располагался знаменитый соляной путь, когда из Солилецка сюда везли соль и по Самарке, в то время довольно-таки полноводной реке, все это сплавляли. Это на самом деле была так называемая Слобода Мачинская, которая жила очень-очень богато и зажиточно. ПЕСНЯ 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 Сегодня наша Церковь торжественно вспоминает 100-летие со дня избрания патриарха Тихона, моего небесного покровителя в монашестве, на патриаршей престол, который пустовал более 200 лет со времени реформ Петра Великого. И уже та необходимость после Октябрьского переворота, которая случилась в нашей стране, это братоубийственная война, это страшная гражданская война, которая смела с лица земли практически нашу Церковь. Но Господь поругаем не бывает. Сразу вспоминается сон и видение преподобного Серафима Вырицкого во время Великой Отечественной войны, когда он увидел в своем сне, как Матерь Божья стоит у престола Божьего и просит сына своего Господа о том, чтобы он сохранил и помиловал наше Отечество. И Господь на самом деле сменил гнев на милость. Ведь если вспомнить историю этого храма, то в послереволюционный период со всего Кенельского района из 27 храмов только два храма уцелели. Это храм наш в честь Казанской иконы Божьей Матери и в честь Архангела Михаила в селе Малая Малышевка. Песня. 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 В архивах сохранились клировые ведомости, по которым можно восстановить картину жизни Казанского храма до революции, узнать, кто служил здесь. И, честно говоря, когда я только эти документы получил, распечатал, слезы шли. Почему? Потому что перед нами начали возникать те люди, которых нет уже в живых, которые положили всю свою жизнь на то, чтобы этот храм стоял, на то, чтобы в нем всегда говорило Слово Божье. Также мы нашли двух архитекторов, которые один строил этот храм, а другой достраивал. Архитектор, первый, который строил этот храм, он параллельно занимался строительством храма, помогал в городе Оренбурге. Знаменитый, разрушенный в 30-е годы Казанский кафедральный собор города Оренбурга. И уже после смерти нашего архитектора в 1909 году храм достраивал архитектор, знаменитый самарский Алексей Алексеевич Волошин, который приложил максимум усилий для того, чтобы достроить этот храм. Почему? Потому что в то время параллельно ввело строительство кафедрального собора в городе Самаре. Это на самом деле очень важно, потому что Иван, не помняющий своего родства, не может жить дальше. А ведь самое главное, что дают эти документы, не только красивую историю, не только вспомнить, мы можем за них молиться. Мы можем молиться за них, теперь мы знаем, за кого мы можем молиться, как звали наших священников. Есть, конечно, документы, которые уже утеряны после 1915 года, но мы знаем, что один из настоятелей этого храма, протеерей Сергеев, в то время он был благочинным этого округа. Его забрали, арестовали, обвинили в контрреволюционной деятельности. И он был отвезен в Сызрань и расстрелян, как и многие духовенства в то время. Спаси, Боже, люди Твои, благослови достояния Твое, посети мир Твой милостью, щедротами, возвыси рог христиан православных, и не спасли на милости Твоя богатая, молитвами всепречистой, владычице нашей Богородице, и присноделой Марии, силой честного и желтворящего Христа, предстательства честных небесных сил бесплотной, честного славного пророка, предтеча и крестителя Иоанна, святых славных, мсихвальных апостолов, и живосвятых Отец наших, и вселенских великих учителей, святителей. В истории храма, как и в жизни человека, происходят события, которые становятся поворотными, открывают новые горизонты. Судьбоносные радостные перемены в приходе Казанской иконы Божьей Матери свершились в 2015 году. Пока у нас до отца Тихона, дела шли совсем плохо, честно. Как вот он пришел к нам два года назад, и у нас сразу началось строительство в храме. У нас купола были. С виду они хорошие, а внутри все гнилые эти. Батюшка сделали новый каркас металлический, купола новые, крышу сделали новую тоже, и обрешетку всю металлическую мы сделали. В общем, надежно на всю жизнь теперь, как говорится. Ну вот в прошлом году, как купола ставили, откуда ни возьмись, ветер поднялось. Наталья Павловна вот у нас начала кафис читать, и раз, утихлый ветер. И вот, слава богу, уж когда уже поднимали, это поднимал кран, смотрю, туда начал уходить уже как-то. А вот здесь затихло, откуда ни возьмись, ветер. И прямо, слава богу, все хорошо так поставили, прямо мы такие радостные такие. Мы приходим в этот храм и отдыхаем. Все у нас есть, и светло, и тепло, и все иконы у нас есть, и служба идет хорошо. Ну, как сказать, идешь с радостью в храм. Храм наш немножко воскрес, и мы все довольны. Дай бог ему силы и здоровы. Нам нравится. Еще то отделают, вот храм. Тут большой у нас храм, таких, наверное, храмов больше нет. Очень хороших. В нынешний год вот полы настелили нам, утеплили, и отопление прибавили, утеплили. Все тепло у нас, икон у нас много, и служба у нас всегда хорошо. Дай бог здоровья отцу Тихону. Он у нас как отец и сын. Все мы с ним разговариваем, все говорим. Вот, дай бог ему здоровице во всем. Пусть ему Боженька помогает. Помощь нужна, конечно. Нам отделать надо второе крыло. Там столько надо денег. А это ведь он все сам делал. Где он брал денег, мы не знаем. Как мы можем, как сказать, спасибо ему за все. Спасибо. Спасибо. Сейчас службы проходят в притворе церкви. По нынешнему количеству прихожан хватило бы и его. Но как же хочется восстановить весь храм, увидеть его во всей красе и великолепии. По милости Божьей Господь сподобил меня сюда поставить настоятелем в 2015 году по благословению нашего Преосвященнейшего Владыки Сафрония и под покров Царицы Небесной. Много-много лет тому назад, проезжая здесь и будучи студентом сельхозакадемии, я увидел этот величественный храм и говорю, Матерь Божья, вот бы заехать сюда, посмотреть, что за храм. И ровно через 10 лет я как раз только вернулся с Казани. Несколько дней был у чудотворной казанской иконы Божьей Матери, а уже был рукоположным священником, служил. Звонок из епархиального управления. Отец Тихон, вам указ. Владыка вас назначает настоятелем храма в село Красносамарское. Честно говоря, подъехав и приехав точнее сюда, я думал, я увижу такую боголепную красоту. Но, к сожалению, внутри храма тогда я лишь увидел мерзое запущение. Причем страшного запустения. Но не нам отчаиваться. Слава Богу, благодаря тем людям, которые еще живы, которые сегодня говорили и говорят, которые ходят в храм благодаря им, благодаря тем доброходам, которые откликнулись, мы довольно-таки быстро начали делать, восстанавливать первично наш храм. Почему? Потому что назначили меня сюда 1 апреля, а до 21 июля было столетие храма. Все, что не посильно нам, все по силам Божьим. Последний раз до революции архиерей посещал этот храм в 1909 году. И потом уже только через много-много-много десятков лет этот храм посетил впервые при освящении Шевладыка Сергии, нынешний митрополит Самарский, Итальятинский. И столетия мы встретили под звонковоколов, отремонтированной звонницы уже нашего нынешнего архиерея, первого архиерея Кенельской епархии, при освященнейшего владыки Сафрония. Италья Кенельской епархии, Парширская епархии, Италья Кенельской епархии, Шевkk owe you, Субтитры создавал DimaTorzok Духовные и так в материальном плане отстраивается, благоустраивается храм. По Божьей милости, конечно, все это происходит. Не от того, что мы захотели, а от того, что мы какие-то такие хорошие или нехорошие. А у нас сразу это все получается. Но у нас сейчас, вы не представляете, мы так рады. Вот мы сюда, ну, по крайней мере, я иной раз от немощи еле-еле плету. Сюда пришла и все. Вот понимаете, вот как крылья обрела. И все, пошло и поехало. И слава тебе, Господи. И идем, и идем. Наша задача восстановить этот духовный центр. Сделать на самом деле храм Домом Божьим. Потому что нынешнее вот та мерзость запустения, которая еще есть, мы постараемся это все залатать. Не все сразу строилось. Конечно, хочется сразу все поднять, но это невозможно. И духовник наш, архимандрит Владимир Наумов, тоже говорит. Отец, ты не торопись, но поспешай. Все будет нормально, все будет хорошо, по милости Божией. Сейчас главная задача – это наполнить храм молитвой. Когда будет молитва истинная у каждого, то и народ пойдет в храм. Как говорят, к пустому колодцу человек никогда не пойдет. Он будет жаждать, поэтому он всегда идет там, где есть вода живая. А вода живая – это молитва. Мне хотелось бы выразить особую благодарность своим прихожанам, своей пастве. Мне хотелось бы выразить огромную признательность сестрам Иверского женского монастыря, матушке Игумене Иоанне, которая старается помочь нашему храму в восстановлении. Ну и, конечно же, каждый настоятель, который здесь был до меня, он оставил здесь свою лепту, какая бы она ни была, малая или большая, каждый из них оставил в этом храме уже навечно свое имя. Своим имя, во-первых, перед Богом. То, что сейчас у нас в основном в храме зияет огромная дыра и нет пола – печально. А вот так вот иногда стоишь, посмотришь, и думаешь, Господи, вот сюда вот иконочку повесим, сюда стульчик поставим, сюда киотик поместим, а здесь иконостас делаем, а здесь у меня бабушки петь будут, а вот здесь вот хоры будут. В общем, будем жить очень-очень хорошо. И опять, все это пока только-только в мыслях. Но я надеюсь, что Господь не оставит нас, что Он поможет. Мое попечение здесь – это души тех, кого мне верил Господь, потому что за каждого из них придется тоже перед Богом давать ответ. Но хочу сказать, что от многих священников, которые здесь служили, мне намного проще. Мне проще то, что я монашествующий. Вся жизнь, оставшаяся здесь, как говорит владыка, человеческая жизнь, она начинает свой отсчет после нашего первого вздоха в этом мире. И, конечно, всю свою жизнь, как уже Господь распорядится, дальше я не знаю. Но пока я здесь, будем строить, будем делать, молиться, созидать. А дальше, как говорится, да и все, что есть, только уповать на Бога и на Его милость и на Его щедрость. ПЕСНЯ Субтитры подогнал «Симон» Конечно, маленькому приходу не под силу самостоятельно вернуть церковь к полноценной жизни. Это должно стать всеобщим делом. Ведь этот старинный великолепный храм – гордость не только сельчан, но и всех жителей губернии. Призываем неравнодушных к истории святыни принять посильное участие в ее восстановлении. Контакты можно найти на сайте прихода. Субтитры подогнал «Симон» А нам остается только уповать на то, что если по промыслу Господа этот храм уцелел, то и восстановлен он будет ровно в то время, когда будет на то воля Божия. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»